с итак здравствуйте дорогие долина в общем с вами парадигм и это новая рубрика на канале точнее даже не рубрика новый способ записывать игры вообще новая игра и сразу скажу так как многие наверное нашли меня случайно но этот ролик я имею ввиду и хотят узнать что я пишу говорю тут про факторио и так далее или же узнать что такое это за игра в общем скажем так я это игру в свое время пропустил она уже где то вот как разрабатывается то есть год назад альфа вышла и и я сел в нее поиграть и сел я поиграть в нее восемь часов утра да восемь часов утра ну и в общем я так поиграл поиграл потом смотрю все еще восемь часов утра смотрю на дату уже завтрашний день вот собственно это просто я не знаю последний раз такое было когда я впервые познакомился с майнкрафтом но точнее даже не впервые а уже когда врубился как него играть ну и так м это игра начнем с того что это это такая я бы сказал стратежка немножко аутичная не знаю почему аутичная возможно потому что один всего лишь герой также и игра вот она не блещет ни графика и не музыкой ну графика и там стиль хороший то есть у графики мне он очень нравится он такой я не знаю чем то даже что ли советским отдает то есть все такое индустриальное все такое красивое прикольно хотя конечно же приближать сильно карты я не советую так как пиксели в общем будут резать глаза ну вот об игре вот на сайте вы можете ее скачать демку или же купить я как бы м это игра на стоит своих денег поверьте но и конечно если же она вам понравится м моды данной игру есть моды но они в большинстве сам на английском языке в принципе можете скачать установить настройки но в настройках тут видите ничего лишнего вообще я повысил эффекты там громкость окружения это типа музыка но это бред откровенно говоря она довольно унылая и мне не понравилось играть под такую музыку мы будем играть под другую музыку это то новшество которое я решил пронести в данный летсплей именно летсплей потому что ничего я проходить не буду прохождение вы можете найти там компании в принципе то и развитие вы можете найти а здесь у меня все развито мы будем просто заниматься тем что я люблю воевать воевать и строить строить империю парадигма императора в общем да игра для аутистов возможно то что ты бог факторио это значит что ты аутист ну тогда я согласен я не прочь быть аутистом мне пофигу задержка подсказки знаете фигня в общем настройках тут и есть все что вам нужно в данный момент вот в графике тут что то ну игра она растягивается то есть окно здесь как в майнкрафте есть экзит кнопочка но есть также крестик который у вас находится за экраном в принципе по моему full screen можно сделать тоже я по крайней мере на нетбуке я пытался эту игру запускать она запустилась но поиграть мне не удалось там какие то глюки то есть менюшка плохо неправильно отображалась и вообще много чего возможно потому что там дрова нужны какие то в общем игра может работать а может и не работать это особенности движка также на каждую версию системы своя игра т.е. если вы эээ у вас 32 битная система вы ставите шиде шестидесяти четырёк битную игру то у вас ничего не пойдет но все зависит от того откуда вы устанавливаете эээ да наверное вам не терпится посмотреть и что же начнем я думаю стоит загрузить игру мою чтобы не париться я вам все объясню также я в принципе проверил звук музыка будет громкой но меньше я не могу сделать музыка будет громкая которую я включу я также треки все выложу ну не сами треки а название трека выложу под видео и если меня короче не забанят на них на ю тубе из этих треков то вы сможете их посмотреть там купить скачать как хотите если кому то что то понравится это я лично под такое примерно и краю обычно итак начнем вот вроде бы все нормально у вас должно быть да на всякий случай проверил итак это моя база можно приближать вот видите пикселей довольно таки большие и я на самом то деле это разбирался с этой игрой также у нас есть чувачок он бегает у него есть инвентарь вот такой вот у него также есть два пояса их можно переключать вот так на второй пояс это апгрейд и вообще я не вижу смысла двух поясах правда что какие то ништяки и тягать на втором также у нас есть менюшка какие у нас броня стоит но она не заряжена это специальная м модулярная броня модулированная процент кирка есть цель кирка вначале не дается нужно ее добыть там но вы поняли как ее добывают накопал себе чего то это камня нет никому железо кстати довольно громкие шаги ну да ладно шаги это ничего наоборот нормально ээ вот как вы видите есть телес и сюжет таков то есть темные наш протагонист это поселение земли который разбился на челноке на неизвестной планете по крайней мере такой сюжет у кампании ээ и как бы земля загинается там в общем гринпис негодует мы загадили всю планету и стремимся типа загадить эту планету так как предварительные пробы грунта и так далее показали что она неплохая по количеству ископаемых ну вы видите да это я тут немного устроил себе конвейеры вот сплиттеры стоят так что там насчет сюжета насчет сюжета он довольно такой его практически нет то есть и герой попадает его задача попадать на планету его задача выжить потом отбиваться от нашествия кусак которые не любят когда он гадит на их планете и пытается там какую то гадость сделать и подготовиться типа к прибытию колонистов которых земляшка выпустила в как свой предсмертный вздох в надежде что кто то типа выживет естественно там какие то да не буду мать тюкаться какие то сволочи прилетят откровенно говоря какие то потапы с настями каменскими м но неважно и в общем тут есть аборигены кусаки тут есть несколько ресурсов это вода как ни странно но хотя это бесконечный ресурс вода я думаю что он бесконечный и да вот поезд прикольный можно тут автоматически поезда разгружать вот как вы видите железную руду он разгружает и есть вода ресурсы есть железо ресурс есть мете ресурс есть камень ресурс есть дерево ресурс и уголь ресурс уголь углем питаются паровозы от сугля вообще может все питаться у вас но это как вы захотите я лично предпочитаю вот такой вот способ огромное количество аккумуляторов и соляров которые кстати очень мало дают электроэнергии но если их автоматически делать то получится очень даже неплохо да вот нет кстати тут и есть также технологии технологии очень интересные вот у меня например сейчас персональный на я лазерная защита стоит но это ничего не значит агай на нас напали видите 3 тревоги короче вот сюда на меня нападают как вы видите у меня здесь конвейер идет здесь добывается меч там куча турели стоит ну это такая база фиговая но и я вот сейчас и исследую как эффективнее транспортировать вещи конвейером или поездом на самом то деле я думаю конвейером вот как вы видите поезд иногда приходит и приводит железо но и вот далеко не хватает поэтому я наверное провожу конвейер как раз в этой серии и буду железо конвейером транспортировать а поездом я буду еще на более дальние расстояния транспортировать хотя я тоже не уверен что он будет эффективен для этого то есть рельсы они довольно таки дорого крафтятся и они не сразу доступны вот как вы видите и камень и стальная балка что важно что тратится хотя на конвейер что у нас тратится ну они примерно равны по скорости кстати вот быстрые конвейеры у меня вот как вы видите доступны и там еще есть сверхбыстрые конвейеры то есть это скорость 1 есть скорости 2 и есть скорости 3 но я не вижу смысла повышение скорости то есть единственное применение высокой скорости конвейера это если вам не терпячка нужно быстро выкачать все ресурсы например не знаю вот как у меня вот здесь вот видите сколько ресурсов идет вот такой скорости если вы можете добывать где то ресурсы и при этом вас кто то теснит и вам нужно быстро забрать ресурсы и свалить оттуда то тогда имеет смысл быстрые конвейеры ставить по другому я не вижу в этом смысла также есть подземные конвейеры также не сначала доступны очень очень неплохая вещь то есть не придется вам беспокоиться о пересечении конвейеров вот как вы видите здесь автоматическая обработка идет даже крафт всяких вещей на данный момент это электронные схемы я хочу также признаться что чем то отдаленно напоминает индустриальные моды к майнкрафту эта игра но отдаленно так как это все намного более автоматизированно более легче и интереснее то есть игра также отличается скажем так неповторимостью вещей то есть здесь кроме конвейеров вещи практически не апгрейдживаются ну сундуки еще грейдятся сплиттеры ну да а вот например манипуляторы они принципиально отличаются то есть не то что один манипулятор быстрый второй быстрее третий еще быстрее один манипулятор там вещи по определенному таскает другой манипулятор например работает от угля вот этот вот то есть его нужно заправлять но он фиговый самый поэтому все используют эти электрические манипуляторы ну это самый простой я их чаще всего использовал правда сейчас уже начинают переходить на быстрые манипуляторы но только в вопросах добычи ресурсов быстрый манипулятор но я говорила о чем длинные то он через две клетки кидает через клетку точнее это удобно если например у вас два конвейера стоит вплотную вам нужно со второго брать вещи или уложить на второй удобно в общем и умный манипулятор это он берет только определенные вещи или кладет только определенные вещи дизельный локомотив штука хорошая на нем можно кататься но вот полезная штука остановка поезда то есть она позволяет делать автоматизацию давайте прокатимся что ли на поезде ой он уже сам уехал кстати лучше под поезд не попадать в этой игре моментальная смерть в какой то броневые не были также у меня здесь электропечки но электропечки не всегда были у меня оттуда этого пыли еще цели угольные печки но самые обычные улучшенные я печки не строил сразу на электро перешел вообще переходите на электро я не вижу смысла то есть и есть тут то есть способ добывать энергию при помощи угля и бойлеров как бы это вам показать так легко и наглядно ну вот каменная плавильня бойлеры вот так в общем берем так в принципе это все должны по идее это знать ну те кто знают игру но это для тех кто ее не знает вот короче такая вот красивая штука она ставится куда то это сам двигатель собственно также еще в комплекте есть насос который качает воду его нужно где то вот здесь поставить и типа он будет качать воду и бойлеры бойлеры вращать нельзя буква р все вращается очень удобно как в этом месте и посейдоне можете посмотреть если интересуетесь этой игрой это бойлеры в общем бойлеры греют воду они питаются углем можно их загружать автоматическими рычагами и и вытают каждый бойлер по моему пятьсот пятьсот ватт или киловатт хотя ватт здесь но вообще очень маленькие мощности если честно да впрочем говорить о том что эта игра соответствует каким то канонам не приходится то есть о реализме также говорить не приходится в этой игре в общем запеки на реализм во первых тут нужно до 100 градусов температуру повышать всего лишь для того чтобы получить собственно пар и энергию максимально причем но как мы знаем нужно перекрытые пары использовать для того чтобы достичь нормального давления для работы паровых двигателей то есть его нужно нагреть намного больше чем на 100 градусов вот как вы видите собирают просто так бы не справлялись плавильни а так они пустуют в общем я запасаюсь запасаюсь железом мы в следующий раз когда поезд приедет поедем на нем тут также есть и вот светильники и есть ночь у нас фонарик по умолчанию включен не знаю можно ли его выключить нельзя нельзя его выключить вся эта автоматическая система ну прикольно звуки я их даже и не слышал когда так играл также в игре есть оружие как вы видите у меня троповик шутка и есть ракетница но я все ракеты загнал на синие бутылочки кто знает что такое синие бутылочки палец вверх нет это не бутылки с водкой это пробирки для исследования вот у меня здесь исследовательские лаборатории там только красные и зеленые бутылки а у меня сейчас исследование которое требует синих с которыми на самом то деле геморрой полный ну вот мы залезли энтером в поезд и сейчас поедем можно конечно нажать вперед в даблую клавишу и мы тоже поедем пусть разгрузятся поезд стоит 50 секунд этого в принципе хватает очень прикольный поезд нарисован круто блин жаль нельзя нет но это там можно я даже не помню как оно открывается вот у него тут бак есть процент на 191 единицу топлива он автоматически подзаправляется тут углем но угля уходит очень мало на короткие поездки она длинные в принципе длинные будут потом также в игре присутствует так называемое загрязнение и загрязнение влияет на агрессивность и количество враждебных то есть тут есть монстры всякие и они вас будут беспокоить если вы будете сильно загрязнять я стараюсь загрязнять как можно больше так как у меня здесь куча лазерных турелей убила 94 моба нифига себе ну в общем там была база чуть дальше я ее уже разбомбил мопская вот видите везде продуктивити модули второго уровня очень хорошая штука она повышает количество ресурсов есть также скоростной модуль и эффективный модуль да модуль эффективности это понижает количество потребляемой энергии но энергии у меня дофига попа ешь если честно что то подлагивает фризы какие то ну и назад в поезд нам тут делать нечего пока пусть поезд наверное здесь курсирует нужно будет еще со светофорами разобраться но есть это я уже сам сделаю так как ну не хочу я час тратить на эту всю фигню игроку очень интересная я сейчас ничего не строю но по сути это тут много чего строить надо вот как видите у меня тут куча железа на базе но я его не использую потому что вдруг меня кусаки обступят и это чё за поверхность такая по которой я шлюпаю представляю как это все звучит у вас а чё это такое а ну тут уже все забито вы чего не расходуете а бутылочки ну то есть сделаны также в игре есть такая штука как радар то есть она есть в компании а есть также в самой игре в свободной игре и в отличие от моих игр то есть да она к моему удивлению имеет применение причем неплохое применение вот как вы видите эта карта на самом то деле карта бесконечно генерируется привет вам из майнкрафта вот как вы видите эти красные штуки а также восклицательные знаки восклицательные знаки это значит что наши турельки кого то убили и сейчас их убьют все убили вот эти вот красные это базы монстров они в общем с самого начала игры они вылазят и вылазят и вылазят и их станет просто огромное количество что даже турельки не справятся но мы постараемся продержаться как можно дольше как вы видите у меня довольно все нормально ресурсы добываются будем поезда делать я подозреваю что поезда на самом то деле это способ безопасной транспортировки дело в том что такие конвейеры если монстры к ним подходят они могут их разрушить а вот рельсы вроде бы я не наблюдал что прозрушали рельсы у них как бы не считаются зданием вражеским также насчет радара он периодически открывает квадратик дополнительной местности и в принципе там можно узнать где ресурсы находятся вот железо медь уголь уголь железо медь рельса вот зеленым обозначены вода голубым все в общем прикольно когда же еще один откроется квадратик да и максимальный радиус действия радара сто блоков каких то не знаю правда каких а вот я на самом то деле подозреваю что они уже все открыли то есть это 100 блоков тех неплохо так ну значит радар на всех нужен нам теперь по крайней мере один точно удалимо второй пусть